Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, ведущие Дома-2 решили отдать Сергею Захаряшу и Лиле Четрару миллион, который честно заработали Саша Артёмова и Женя Кузин. Саша очень удивилась, узнав эту новость, отказываться от денег она не собирается. Иосиф Аганесян объяснил, зачем он признался Саше Черно в измене. «Я хотел познакомить Сашу с компанией друзей. Ребята знают об измене, поэтому я боялся, что кто-нибудь ляпнет об этом в разговоре». В реальном времени Саша в очередной раз простила Иосифа. Они начинают отношения сначала, но Иосиф просит Черно давать ему побольше свободы. Маша Кахно настаивает, чтобы Леру Фрост выгнали с проекта из-за драк. Коллектив Машу полностью поддерживает. Лера, чтобы не быть выгнанной, предложила Маше неплохую компенсацию – 315 тысяч рублей. Также Фрост уверяет, что Маша врет, на самом деле у нее нет ни сотрясения мозга, ни проблем с носом. По словам Леры, она жаловалась уже за несколько дней до конфликта, что у нее была неудачная ринопластика. Съехал нос. Новенькому Андрею Денисову нравится Мэри Кулешова. Он хочет улететь к девушке на остров любви. Виталию Малышеву исполнилось 28 лет. Он пишет, что счастлив находиться на Доме-2, он очень любит жизнь и ценит каждый ее момент. Алексей Купин сообщил, что его бывшая девушка Карина хочет прийти на телестройку. Сейчас у Алексея и Майи Донцовой непростые времена. Посмотрим, как его бывшая поможет ребятам разобраться в своих чувствах. Захар Саленко решил заняться бизнесом. Он запускает пошив в своей линии одежды и обуви. Андрей Черкасов поделился с подписчиками радостью. Ощенилась его собачка Моня. У нее два очаровательных щенка, мальчик и девочка. Вика Боня призналась, что вышла замуж. Она попросила поклонников больше не затрагивать тему ее личной жизни и якобы невзначай показала шикарное обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. «Да, у меня есть муж», – сказала она, «но я вам рассказывать о нем не буду и показывать не собираюсь». Николай Должанский уже в шестой раз за этот год сыграл в полнометражном фильме. Очередная картина называется «Прошлое». Николаю досталась роль босса мафии. Ольга Бузова, похоже, записывает новую песню. Она публикует в истории Инстаграм кадры из студии звукозаписи. Последний клип Бузовой «Хит-парад» пользуется большим успехом. За сутки он набрал более миллиона просмотров. Кстати, клип получился очень откровенным. В нем Ольга обношила грудь, но рассмотреть прелести певицы не удастся, они тщательно заретушированы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.